Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – пропорции. Цели урока – знать определение пропорции, распознавать и составлять пропорции, читать их и записывать. Из истории. В переводе с латинского пропорция означает соразмерность. Теория отношений пропорции была подробно изложена в началах Евклида, 3 век до н.э. Учение о пропорциях успешно развивалось и в 4 веке до н.э. в Древней Греции. С пропорциями связывали мысли о порядке и красоте в природе. Пропорции использовали в древности при решении разных математических задач. Где же применяются пропорции? Пропорции применяются в архитектуре при строении храмов в древности и домов в наше время, в кулинарии, когда мы готовим блюда по рецепту из какой-либо кулинарной книги, в медицине при изготовлении лекарства и при назначении лекарств больным в правильных дозах, в химии при решении задач, в технологии, когда мы хотим шить какую-либо вещь меньшего или большего размера и для этого уменьшаем или увеличиваем выкройку, в физике при решении задач на использование рычага и прилагаемого усилия на него, в географии, когда работаем с масштабом карты. В изобразительном искусстве с помощью пропорции создавали узоры, симметричные узоры, картины, портреты. Золотая пропорция или золотое сечение являлась критерием гармонии и красоты с математической точки зрения. В биологии это же золотое число наблюдалось в пропорциях гармонично развитого человека. Что такое пропорция? Давайте вычислим отношения. 1,1 и 5,6 к 7 равно 0,8. Давайте выпишем равные отношения. Мы с вами видим, что некоторое отношение имеет одно и то же значение. Запишем. 48 относится к 2, так же, как 24 относится к 1. Или 1,2 относится к 0,2, точно так же, как 18 относится к 3. Или 3,2 относится к 4, так же, как 5,6 относится к 7, так как значения отношения у них равные. И 11 относится к 10, так же, как 5,5 относится к 5. Мы с вами записали равенство двух отношений. Верное равенство двух отношений называется пропорцией. То есть мы с вами составили пропорции. Это нужно запомнить. Не зря пропорции в переводе с латинского – это не только соразмерность, это выровненность частей и определенное соотношение частей между собой. Как записать и прочитать пропорцию? Так как пропорции называется верное равенство двух отношений, то с помощью букв пропорция записывается в таком виде. А относится к Б так же, как С относится к Д. Это через знак деления. А можно записать с помощью дробной черты. Каждая буква имеет свое название. А и Д называются крайними членами пропорции, Б и С называются средними членами пропорции. Как же читаются пропорции? Вы, наверное, уже слышали, как я прочитывала их. А, деленное на Б, равно С, деленное на Д. Или отношение А к Б равно отношению СД. Все, что мы сейчас с вами рассмотрели, нужно запомнить. А теперь практическое применение. Первое задание. Выяснить, является ли пропорцией равенства. 2 относится к 5, так же, как 4 относится к 10. Так как пропорция называется верное равенство двух отношений, то мы можем посчитать значение каждого отношения, находящегося в левой и в правой части равенства. 2, деленное на 5 и 4, деленное на 10, дают одни и те же результаты. 0,4 и 0,4. Значит, данное равенство является пропорцией. Второе равенство. Если мы возьмем и сократим вторую дробь на 3, то мы получим равенство одинаковых чисел. 5,6 равно 5,6. То есть данное равенство является пропорцией. Второе задание. Запишите двумя способами равенства двух отношений и проверьте, является ли полученное равенство пропорцией. 8 так относится к 16, как 4 относится к 8. Записываем с помощью знака деления, записываем с помощью дробной черты. Эта пропорция, записанная нами, верная, так как если мы первую дробь сократим на 8, а вторую сократим на 4, получится верное равенство. 36 во столько раз больше 6, во сколько раз 18 больше 3? Запишем с помощью знака деления и с помощью дробной черты. Получилась верная пропорция, так как мы можем подсчитать значение каждого отношения. 36, деленное на 6, будет 6, и 18, деленное на 3, тоже будет 6. Отношение 7 к 9 равно отношению 21 к 27 с помощью знака деления и с помощью дробной черты. Эта пропорция верная, так как если мы вторую дробь сократим на 3, то у нас получится верное равенство. Следующее задание. Вместо звездочки впишите недостающие члены пропорции. Конечно же, мы можем это задание делать методом подбора, но это очень долго и непрактично. Мы можем решить уравнение с одним неизвестным по правилу нахождения неизвестного компонента. В данном случае неизвестным компонентом является средний член пропорции, и он же будет являться делителем. Находим его значение, подставляем в нашу пропорцию и проверяем. Получилась верная пропорция. Во втором случае неизвестен крайний член пропорции, и он же является делимым. Чтобы найти делимое, частный делитель нужно перемножить. Находим, подставляем, проверяем. В третьем случае неизвестен средний член пропорции. Находим, подставляем, проверяем. Следующее задание. Составьте две пропорции, у которых значение отношения в первом случае равно 4. 8 относится к 2, так же, как 20 относится к 5. Или 16 относится к 4, так же, как 28 относится к 7. Это верная пропорция. Каждое отношение, стоящее в пропорции, равно 4. А теперь оно должно равняться 9. 9 относится к 1, так же, как 27 относится к 3. И 18 относится к 2, так же, как 36 относится к 4. Каждое отношение, входящее в пропорции, равно 9. Можно привести и другие примеры к этому заданию. Ну, а теперь самостоятельная работа для закрепления материала. Прочитайте материал по учебнику и запомните основные понятия, которые мы выделяем с вами значком. Выполните письменно. Первое задание. Запишите двумя способами равенства двух отношений и проверьте, является ли полученное равенство пропорцией. Для этого вам предлагается три пункта. Во втором задании составьте две пропорции, у которых значение отношения равно 5. Мы сейчас с вами рассматривали эти задания. И третье. Вместо звездочки впишите недостающие члены пропорции. Удачи вам при решении. А сейчас оцените уровень усвоения нового материала. Вам нужно выбрать подходящий или соответствующий вашему уровню усвоения смайлик. Зелёный. Для меня всё просто. Жёлтый. Тема мне понятна. Синий. А всё-таки вопросы остались. Красный. Как же всё для меня сложно. Выберите смайлик. А у нас с вами урок окончен. И спасибо за внимание.